Королева Виктория правила страной на протяжении 63 лет. У нее было 9 детей, которых она родила всего за 17 лет, в период между 1840 и 1857 годом. Для каждого ребенка королева нанимала кормилец. 9 ноября 1841 года на свет появился второй ребенок, ее величество Виктории, будущий король Эдуард VII, в детстве его ласково звали Берти. С первых дней его жизни Виктория была очарована своим малышом, она писала, наш маленький мальчик, сильный и крупный ребенок. Я надеюсь и молюсь лишь о том, чтобы он был похож на своего драгоценного папу. Ее величество нашла кормилицу Берти, Мэри Энн Бро, которая в будущем станет одной из самых известных серийных убийц в истории Британии. Что было известно о Мэри Энн? Ее считали добродетельной. Еще с 16 века бытовало поверие, что ребенок буквально с молоком матери может впитать ее моральные качества. Соответственно, добродетельная кормилица передаст ему свою добродетельность, а кормилица развращенная причинит ребенку сплошной вред. Но Мэри Энн продержалась на посту кормилицы недолго, всего 8 месяцев, она нянчила маленького Берти, после чего ее уволили. В одной из газет писали, что Мэри Энн не подчинялась приказам, позволяла своему мужу навещать ее во дворце и выпивала. Более того, тогда же появилась странная карикатура, изображающая пьяную кормилицу, которая предлагает алкогольный напиток маленькому Берти, принцу Уэльскому. На рисунке в спальне к сыну врываются потрясенные королевы Виктория и принц Альберт. Но так как и статья, и рисунок появились уже после суда, сложно сказать, насколько они правдивы. 10 июня 1854 года некто Генри Вулгар обратил внимание на окровавленную подушку, свисающую из окна дома. Дело было в тихой благолепной деревеньке Эшер. Обеспокоенный, Вулгар несколько раз позвонил в дверь, но никто ему не открыл. Тогда он отыскал лестницу и забрался в окно. То, что он увидел, повергло его в ужас. Перед ним лежала полуживая окровавленная женщина, ее руки и лицо были покрыты кровью, волосы закрывали ей лицо. Женщина издавала свистящие звуки, которые, вероятно, шли из раны на шее, откуда брызгала кровь. Но это было не самое страшное, что увидел Вулгар. Восьмилетний сын Мэри Энну Ильям лежал у ее ног с перерезанным горлом. Рядом находились его 11-летняя сестричка Джорджиана, семилетняя Кэрри, четырехлетние близнецы Гарриет и Генрии, наконец, годовалый Джордж. Дом буквально утопал в крови. Но что заставило Мэри Энну бить всех своих детей? Соседка Мэри Энн утверждала, что та всегда была чудесной матерью, заботливой и доброй. Может быть, даже слишком доброй. Тоже подтвердил и констебль, расследующий убийство. Шел 1854 год. Королева Виктория была образцом идеальной матери, год назад она родила восьмого ребенка, принца Леопольда. Рядом с ней были лучшие врачи и кормилицы. Но не всем так повезло, как королеве. В 1852 году Мэри Энн тоже родила своего шестого ребенка, а через восемь дней, по сообщению ее врача, женщину парализовало, у нее отнялась вся левая сторона тела. Она потеряла возможность говорить связно, но помимо наличия физической травмы творилась неладная с ее головой. Ее мучили чудовищные головные боли. За несколько дней до убийства жизнь Мэри Энн стала рушиться. За четыре дня до убийства из семьи ушел муж Мэри Энн, пригрозив, что будет добиваться опеки над детьми. Дети же заболели корью, страшной болезнью, которая могла привести к летальному исходу. Мэри Энн заботилась о малышах одна. Они не спали всю ночь, плакали-плакали, не останавливаясь. Мэри Энн тоже не могла сомкнуть глаз, и наверняка ни одну ночь. Обезумев от истощения, она призналась, что подумала, возьму нож и перережу себе горло. Но вышло иначе, сначала Мэри Энн убила детей. Она даже не пыталась это отрицать. Спустя два месяца состоялся суд. Поскольку Мэри Энн никогда не отрицала своей вины, главный вопрос состоял в том, была ли она в своем уме при этом. Ее адвокат и врач утверждали в один голос, что Мэри Энн находилась в состоянии помутнения, что не могла мать убить собственных детей, не будучи сумасшедшая. Миссис Бро поместили в самую известную психиатрическую лечебницу девятнадцатого века, Бидлам, где она умерла спустя восемь лет. Пройдет еще много-много времени, прежде чем люди узнают о том, что такое пострадовая депрессия, и научатся ее лечить. Фото Гэта Имиджес, Рекс Фичерс Фатодом, Шитерсток. Редактор субтитров А.Семкин